В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Заснежило, как в Сарове борются с последствиями потепления и снегопадов. Как взрослые, подростки смогут самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг. Хлопа помощи. Кто и в чем может помочь домашним питомцам? Далее расскажем обо всем подробно. Накрывшая Центральную Россию оттепель принесла немало хлопот предприятиям городского хозяйства. Перепады температур приводят к образованию сосулек на крышах, а затяжные снегопады засыпают дворы и улицы. Как справляются с последствиями капризов природы в Сарове, расскажем далее. 40-45 единиц техники выводят на очистку улиц ежедневно. Из них порядка 18 – это машины, которые вывозят снег. По ночам на дорогах работают до 10 единиц техники. В две смены трудятся 55-60 дворников и дорожных рабочих. А пришедшие в регион снегопады вынуждают усилить этот график. Дорожное эксплуатационное предприятие при выпадении большого количества осадков выводит на очистку всю имеющуюся технику и всех своих работников, которые задействованы на очистке. По нормативам привести все дороги в порядок необходимо в течение 17 часов после окончания снегопада. Однако уложиться в срок получается не всегда. Сначала приводят в порядок дороги первой и второй очереди – магистрали, по которым идет основной поток транспорта. А вот дороги третьей очереди, въезды, автомобильные стоянки и узкие тротуары остаются занесенными чуть дольше срока. Связано это с банальной нехваткой рабочих рук. ДЭП, как и прочие городские организации, не обошел стороной коронавирус. Просим отнестись с пониманием наших граждан, потому что люди работают и днем, и ночью стараются работать. И первоочередные места, где нужно очистить, именно чтобы проехал транспорт, и чтобы прошли на работу, и остановки общественного транспорта, и пешеходные переходы, стараются очистить в первую очередь. Где какие-то недоработки, звоните в департамент, будем работать. Если вы видите, что какой-то участок улицы требует очистки от снега, вы можете сообщить об этом по телефону 977-54. А вот зона подъездов многоквартирных домов – это ответственность управляющих компаний. Именно они следят за состоянием и дворов, и кровель. Центр ЖКХ на уборку крыш выводит ежедневно от 45 до 55 человек. Есть утвержденный график очистки, но он корректируется в соответствии с погодными условиями и жалобами жильцов практически ежедневно. Может быть частная ситуация, что запланирован дом по улице такой-то, номер такой-то, а по факту сегодня люди работают на другом объекте. Потому что там, ну, скажем, за ночь, либо за предыдущее время выросли сосульки, образно говоря, которые угрожают безопасности пешеходов. Если особенно страна прилегает к тротуару, то, естественно, мы плановую очистку по этому дому, который в графике, на сутки откладываем. Утвержденных нормативов, какие сосульки опасны, а какие нет, не существует. По словам Константина Зайцева, каждую ситуацию оценивают индивидуально. Ежедневные обходы проводят и специалисты Центра ЖКХ. Сообщить о наледи на крыше могут и сами жильцы. Бывают большие, которые угрожают жизни. Звонить нужно срочно по телефону 93333, если мы что-то пропустили визуально. Потом бывают сосульки, которые находятся в тех зонах, где пешеходы не ходят. Там, конечно, нужно оценивать визуально, потому что 10-20 сантиметров, но это не сосулька. А есть еще одна категория сосулек, те, что образовались на самовольно установленных жильцами козырьках балконов. Это уже частная собственность, следить за ней должны владельцы квартир. Впрочем, если ледяной нарост достигает критических размеров, управляющие компании все-таки его сбивают, отвлекая людей с работы на других объектах. Поэтому сотрудники Центра ЖКХ напоминают собственникам квартир, если вы установили подобный козырек, его необходимо узаконить, а после заключить договор на его обслуживание. Подростки в возрасте от 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться на портале «Гусуслуг». А за детей младшего возраста это будут делать родители, сообщил премьер Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Глава правительства подчеркнул, что сейчас дети могут пользоваться электронными сервисами только через учетную запись родителей. А это не всегда удобно. Какие возможности детям открывает нововведение, расскажем далее. Зайти в свой электронный дневник и посмотреть оценки, узнать домашнее задание либо информацию о поступлении в учебное заведение несовершеннолетние теперь смогут на сайте «Гусуслуг». Подготовлено постановление правительства, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться в системе. А за тех, кто младше, это сделают их родители. И ребята будут пользоваться сервисами через личную учетную запись. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Правительство постоянно расширяет функционал портала государственных услуг, совершенствует электронные сервисы, создавая новые, в том числе для детей. Но пользоваться ими они могут пока только через учетную запись родителей. Это не всегда удобно. Это важное законодательное изменение избавит детей и их родителей от посещения инстанций и сбора документов, добавил премьер-министр. Портал государственных услуг создан для того, чтобы гражданам было проще общаться с государственными органами и быстро и эффективно решать свои повседневные вопросы. Сервис постепенно развивается. Сейчас работают над совершенствованием процесса получения государственных и муниципальных услуг. Уже проводят постоянный мониторинг качества их предоставления. Все организации, которые этим занимаются, станут направлять сведения в специальную информационную систему. Таким образом мы создадим механизм оперативного получения и обработки данных обо всех государственных услугах, которые оказываются в нашей стране. Это позволит формировать предложения по повышению качества их предоставления. Можно будет четко понимать, какой формат для людей удобнее, как для граждан предпочтительно за ними обратиться через многофункциональные центры либо дистанционно без личного присутствия. Все это поможет сделать взаимодействие государства и гражданина максимально простым и необременительным, добавил Михаил Мишустин. Улицу Димитрово от переулка Речного в сторону улицы Садовой отремонтируют в этом году за счет регионального бюджета. Этот участок дороги выбрали сами саровчане в голосовании, которое проводил Департамент городского хозяйства. Специалисты приступили к подготовке технической документации. Работы начнутся летом этого года. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Вышел первый эпизод легендарной программы Первого канала «Непутевые заметки», посвященный Нижнему Новгороду, сообщил в своем аккаунте в Инстаграме глава региона Глеб Никитин. Как отметил губернатор, несмотря на милые неточности, выпуск получился душевным. Дмитрий Крылов рассказал о современном Нижнем Новгороде и его истории. Отдельно остановился на ряде достопримечательностей. По словам Глеба Никитина, программа сможет вдохновить зрителей на путешествие в столицу Приволжского федерального округа. Посмотреть «Непутевые заметки» можно на официальном аккаунте Первого канала в Ютьюбе. Совет Федерации подготовил законопроект, запрещающий рассаживать в самолете родителей и детей до 12 лет. Документ разработан в Профильном комитете по экономической политике. Законопроект обязывает авиаперевозчиков размещать на борту самолета одного из родителей и ребенка до 12 лет на соседних креслах. Копия документа уже направлена для рассмотрения главе Минтранса Виталию Савельеву. Причиной для разработки законопроекта стали участившиеся конфликты, связанные с ситуацией, когда детей и родителей рассаживают по разным местам. Также совместное размещение на борту родителей и детей повышает безопасность пассажиров, так как в экстренной ситуации родители помогут своему ребенку правильно среагировать и им не придется в панике его искать. 8 февраля День российской науки с праздником Саровчан поздравило руководство Федерального ядерного центра. В своем обращении к ученым города директор ВНИЭФ Валентин Костюков отметил, что наука во все времена была важнейшей составляющей национального богатства, мощным ресурсом промышленного роста и экономических преобразований. Значимые результаты работы ученых ядерного центра, основанные на уникальном опыте и собственных научных школах, получили мировое признание и позволяют выполнять самые сложные задачи государства. В настоящее время совместными усилиями госкорпорации Росатом РФЦВНЕФ Российской академии наук и МГУ в Сарове создается национальный центр физики и математики, старт которого успешно состоялся, объединив академические и научно-исследовательские институты, ведущие вузы и предприятия высокотехнологичных отраслей промышленности. Канал 16 присоединяется к поздравлениям и желает всем, для кого День науки – профессиональный праздник, ярких открытий и достижений. Будущее российской науки – современные студенты. Серафим Серебин, первокурсник магистратуры Саровского физико-технического института, прошел стажировку в научном центре в городе Дубне Московской области. Студент принял участие в международной программе Объединенного института ядерных исследований. Серафим Серебин несколько лет назад приехал в Саров из Ульяновска, чтобы получить высшее образование в Саровском физико-техническом институте. Студент выбрал специальность ядерной и радиационной физики. Для того, чтобы стать участником международной программы стажировки, Серафим прошел большой конкурсный отбор. В 2020 году было отобрано около 10-20 человек со всех стран, преимущественно это европейские и арабские страны. Также, что касается России, то ОИА является преимущественной площадкой для таких вузов, как МГУ и МВТИ. Серафим, начиная с самого первого дня стажировки, ответственно выполнял актуальную для лаборатории задачу. Результаты своей работы студент представил на общелабораторном семинаре. Доклад подготовил на английском языке, так как на таких встречах очень много ученых из других стран. Я получил высокую оценку от тех людей и ученых, с которыми я работал. Из тех личных качеств, которые можно выделить, это, конечно, в первую очередь умение учиться, заниматься самоподготовкой. И второе – это собственные научные интересы. Вот эти качества являются очень важными при таких вот практиках. Серафим получил яркое впечатление от встречи с Юрием Аганисяном, ученым, в честь которого назвали 118-й химический элемент таблицы Менделеева. Также студент посещал лекции МГУ и МФТИ. У меня сейчас есть группа студентов, которым я стараюсь передать тот опыт, который мне удалось за полтора месяца там получить. Вот первые практические научные результаты должны уже будут представлены в апреле на ближайшей конференции в САРФТИ. В 2020 году в САРФТИ открылась студенческая лаборатория математического моделирования физики живых систем. А в 2021 году в институте появилась возможность заниматься с зондовой микроскопией. Студенты активно публикуют научные статьи. Сейчас готовимся к открытию Центра цифровых технологий, на базе которого мы сейчас находимся на территории. В рамках этого центра планируем развивать такие направления, как виртуальная реальность. Запланировали в 2022 году аддитивные технологии направления развития. И также у нас готов к открытию Центр суперкомпьютерных вычислений. Студенты активно принимают участие в различных конференциях и форумах, а руководство института поддерживает их инициативы. От ковида страдают не только люди, но и их питомцы. Когда хозяин уходит на карантин, без прогулок остается и его собака. Чтобы помочь четвероногим и их владельцам, и был создан волонтерский кинологический отряд «Акбар». В сентябре 2020 года Светлана Романова создала волонтерский кинологический отряд. Добровольцы помогают людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Выгуливают собак, проводят консультации с хозяевами питомцев, обеспечивают четвероногих друзей необходимыми товарами – едой, лекарствами, игрушками. А также доставляют больных животных в ветеринарные учреждения. Если что-то у вас случилось, не обязательно вы заболели ковида, то можно обратиться к нам. Ну, конечно, тоже хотелось бы людям напомнить, что мы не занимаемся пристроем животных, потому что звонки тоже поступают. Мы занимаемся именно, помогаем людям, которые владеют животных, вот именно этой категории граждан, мы помогаем. В пристройстве животных, в ловле животных мы не занимаемся. Как рассказывает Светлана, звонков поступает много, в основном от людей, больных ковидом. Истории самые разные. Есть люди, которые с благодарностью относятся к помощи волонтеров. А бывают и те, кто злоупотребляет добром. Бывают, например, ситуации такие, тоже позвонил мужчина, что он заболел ковид, что значит ему надо помочь погулять с собачками, собачкой. Человек к нему пришел, а владелец ушел в загул. Это все закончилось хорошо. Неприятный случай был, когда тоже волонтер гулял, гулял, все было нормально. Потом пришел, а собака, значит, открывается дверь, собака выкидывается в подъезд и говорит, я собаку не заводил, заводила жена, значит, иди сюда гуляйте. Обе ситуации разрешились мирным путем. Мужчины извинились перед волонтерами и пообещали, что больше таких эксцессов не произойдет. Поблагодарили добровольцев за труд и понимание. Главное не животные, а люди иногда шокируют просто со своим поведением. Сейчас в службе помощи четвероногим находятся более 30 добровольцев. Если у вас есть желание помогать людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, или вам самим требуется помощь с выгулом собаки, то вы можете позвонить по телефону 8 991 452 32 72 или написать в группу ВКонтакте клуб любительского собаководства «Акбар». И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова